Это документ очень важен для нашего края, потому что он определяет стратегию социально-экономического развития нашей территории до 2035 года. Это экономика, это общество, это люди, это демография. Поэтому этот документ необходимо, конечно, очень качественно подготовить. И правительство, как заказчик правительства Забайкальского края, ставит высокие нам планки, чтобы этот документ был нестандартным, чтобы мы ставили перед собой большие цели и задачи с целью переезжающего развития нашего края по сравнению с нашими соседями. Было более 150 предложений. Это очень много. Я ряд их озвучил. Допустим, по энергетике. Строительство ГЭС на реке Шилки на северных реках. Очень интересное предложение, я считаю, реальное. Далее. Создание завода для обеспечения газотранспортной инфраструктуры «Сила Сибири». Строительство. Комплексная застройка не только в чтении, но и в селах. Допустим, по туризму уже было предложение сделано о неком малом сибирском Золотом кольце по привлечению внутренних туризм и наших больших соседей в Китай. Потому что через Байкальский край дорога идет в Бурятию, центр буддизма, в Байкалу, в Иркутскую область, очень красивый город, выходит на Тонкинскую долину в Республике Бурятия, в Монголию, в Чингисхан и возвращается назад. По культуре мы предлагаем ежегодный кинофестиваль сделать его федеральным значением. В федеральном значении прежние министры культуры отказывались с этому. Но параллельно этому восстановить те хорошие традиции, которые были при губернаторе Ильковском, проведение студенческого ШОС, зорницы всероссийские, чемпионата России по шахматам, по луку. Только вот такие брендовые всероссийские международные мероприятия смогут привлечь к нам, привлечь население и России, и зарубежных гостей. Я заявил на этой сессии как пример. Многие люди восприняли, что это реальное предложение о строительстве или появлении промышленной площадки в нашем Забайкальском крае по обслуживанию космодрома «Восточный». Это новые рабочие места, это привлекаются инвесторы, это делает значимый наш край. Наш край не может обычными подходами выполнить те задачи, о которых я уже говорил. Да, с одной стороны, это кажется фантастика. Ясно, без решения центров, федерального центра, это, можно даже сказать, утопия. Мы заявляем о том, что в Забайкальский край необходимо считать территорию, которая обеспечивает национальную безопасность России из огромных площадей и большого протяженности границы с нашими большими друзьями Китая. У нас, к сожалению, многие уезжают из Забайкальского края. Скоро, наверное, уже будет не менее миллион населения. Его нужно задержать. Каким образом? Человек должен себя чувствовать комфортно, чтобы приятно было пройти по городу, чтобы было приятно куда зайти, как создать ему лучшие условия. С одной стороны, это развитие экономики, с другой стороны, как мы называем, социального блока. Всё для человека. Поэтому такие неожиданные решения, неожиданные решения, но оно не должно быть вырвано как одно из контекстов всех предложений. Это должен быть комплекс таких мероприятий, я считаю, поможет за 5-10 лет начать поднимать бренд Забайкалья и снизить тенденцию выезда наших граждан. И, конечно, мы надеемся, к нам наоборот будут приезжать. В какой стадии находится Забайкальский край, но это признано всеми не лучше в России, где-то ниже середины. И правительство, наши депутаты делают всё, что бы. Какие проблемы, конечно, кадровый потенциал. На всех уровнях. Начиная от рабочих, кончая специалистов, кончая управленцев. Это также все отмечают. И, конечно, здесь роль высшего образования очень важна. И для этого необходимо просто более тесно сотрудничать с государством, бизнесом, науком. Ну, край, конечно, за последние годы в результате вхождения в ДФО заметно лучше стал себя чувствовать. По памяти бюджет, до этого у нас было где-то 60 миллиардов рублей с чем-то. Сейчас, если не ошибаюсь, 82 миллиарда рублей. Для края это очень большое прибавление. Второй момент. Не забывайте, что у нас есть национальные цели и задачи, национальные проекты, которые также помогают и благоустроить город, и развивать.